Мертвую белуху обнаружили на берегу Охотского моря. Очевидцы утверждают, что ее выбросил на сушу недалеко от мыса Перовского. Рыбаки не исключают, что это может быть белуха из приморской китовой тюрьмы. Выпуск узников как раз проходит в этом районе. Подробности у Дарьи Небора. Опасаясь проблем, автор снимков предпочел остаться инкогнито. В телефонном разговоре житель Николаевского района рассказал, что увидел мертвую белуху на берегу моря 18 июля. Успел сделать несколько снимков, прежде чем мертвое животное с берега исчезло. Очевидец предполагает, что эта белуха может быть из китовой тюрьмы как раз недалеко от мыса Перовского и выпускает животных. Первую партию привезли из Приморского в Хабаровский край 27 июня, вторую – 16 июля. По данным Института рыбного хозяйства и океанографии, на свободу отпустили уже пять косаток и шесть белух. Транспортировка проходит без участия активистов-экологов и представителей СМИ. В пресс-релизе кураторы сообщают, что на животных устанавливают спутниковые маячки, благодаря которым отслеживаются их перемещения. Многие специалисты подвергли критике процедуру освобождения. Изначально предполагалось, что животные некоторое время будут под наблюдением, однако в море их отпускают без предварительной адаптации. По мнению организатора китовых туров, который несколько лет изучает поведение млекопитающих, в такой ситуации шансы на выживание крайне малы. У них нет тех, у кого можно подражать и командовать. Это высокосоциальные животные, что косатки, что белухи. То есть они могут какой-то стае прибиться, но у них мышечная масса откуда бы взялась. У них только жир есть, и все, когда их раскармливают специально. В официальных источниках о гибели отпущенных на свободу китов не сообщается. Журналисты губернии отправили письменный запрос во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Принимать решение об интервью будут в Москве. Очередную партию животных планируют выпустить на свободу 30 июля. Сейчас в китовой тюрьме остаются 81 белуха и 5 косаток.